Чтобы заборы были ровные, заборы этот менять, вообще новый забор, это центр города. Этот забор пусть в шахуне где-нибудь ставят, такие заборы, или еще. Здесь чистый, нормальный, новый забор, проб на стил. У нас вообще глава города хочет прозрачные заборы, как за границей, поставить, вообще сетчатые, чтобы люди ходили, смотрели, как тут аккуратненько работаются. Хотя надежды на то, что вскоре и в нижнем стройплощадке будут обносить прозрачными заборами, откровенно говоря, никакой. Подрядчикам научиться бы содержать в надлежащем виде обычные синие ограждения из профнастила. Стройка на пересечении славянской и студенной яркий тому образец. В галерее для пешеходов сломано, спецфонари по периметру отсутствуют. На самой территории каша из грязи и мусора, которая потом окажется на колесах выезжающего со стройки транспорта. И, как следствие, на дорогах города. Очередной штраф тут никого, видимо, не смущает. Не впервой. Другой участок – площадка строящегося торгового комплекса по границах улиц Белинского и Большой Покровской. Дела здесь обстоят лучше. Похоже, предыдущие штрафы подействовали. Сейчас мы штрафы повысили через законодательное собрание Нижегородской области. И штрафы от 50 до 100 тысяч за ненадлежащую уборку закрепленной территории. К тому же теперь у административно-технической инспекции появилась возможность штрафовать застройщиков неограниченное количество раз, хоть каждый день. По словам Ивана Соловьева, сейчас планируется приставить к каждой стройплощадке инспектора, который будет фиксировать нарушения и составлять протоколы. Сейчас в Нижнем насчитывается около 240 объектов за синими заборами. Сергей Томилин, Объективно, ННТВ. Продолжение следует...